Всем привет, с вами Мэри, а это обзор на две палеточки от российского бренда House of Keys. Бренд молодой, бренд российский, основательница Ксения Янковская, которая была и скорее всего является официальным дистрибьютором многих крупных классных брендов. В частности, она известна как российский представитель Lime Crime. А в 2023 году, собственно, она запустила бренд House of Keys, который, опять же, по информации на сайте, будет заниматься производством всяких интересных палеток, вещей для дома, еще чего-то. Ну, в общем, посмотрим. Пока что у бренда представлено две палеточки вот такие вот. Кидалт. Она у нас пока откладывается, потому что она нравится мне больше. И Айс Невалай. Вообще Айс Невалай один. Вот тут вот есть циферка. Давайте посмотрим на нее сразу внутри. Вот такая вот палеточка. Значит, здесь у нас есть зеркальце, которое никого не искажает, с которого я уже сняла пленку. Все это пришло в коробочке. Все прекрасно. Посмотрите на это оформление самой обложечки. Очень качественная упаковка. Очень красивое оформление. Все блестит, все переливается. Очень качественный принт, если это принт. И сзади, соответственно, вся информация о всех оттенках и их составах. Сделана палетка в Китае. Бренд российский, но с китайским производством. Окей, и здесь у нас 12 оттенков, 1.1 грамма в каждом рефиле, что в принципе неплохо. Каждую палетку я тестировала. Тестировала дважды как минимум. Будут вставки. Возможно, я сделаю по два макияжа каждой палеткой. Какие-то общие вердикты. В принципе, бренд российский, но не бюджетный. Да, одна палеточка стоит, если мне память не изменяет, 3 700. Я покупала их вместе. Там есть такая опция на сайте. И немножечко там получает кидочка. Закончить бездельно. Бесполезно, бездельно. И перейдем к макияжу глаз. Как-то так я сижу. Попробуем сегодня играть на приближении. И начнем макияж, естественно, с матовых оттенков. Кстати говоря, я посмотрела тут. В каждом матовом оттенке присутствует тальк, нико и силика. Собственно, они такие нежненькие, немножко кремовые. Очень хорошо тушуются. Давайте посмотрим. Я сразу скажу, что мне не нравится. Мне не нравится отсутствие оттенения. То есть вторая палетка, спойлер, она такая пастельная, неоновая. И в принципе, я как бы ее не воспринимаю как полноценную априори. Но здесь же, ну типа она почти нюдовая. Она почти нюдовая и все еще не полноценная. Но ладно, давайте приступим к макияжу. А там вы уже сделаете свои выводы. Начну я с оттеночек. Я весь сигарет. Блядь, все пошло плохо сразу. Такой вот коричневый. Блядь, я надеюсь, что там что-то видно, знаете. Сыпется в рефиле, но у меня нет бейкинга, потому что мне лень немножечко. Начинаю я с этого коричневого оттенка. И я помню, что он был не шибко темным, не шибко пигментированным. Пойдем углом. Пойдем углом. Пойдем, моя любимая форма. Видим, очень хорошо тянется оттенок. То есть, вот я буквально один раз, два раза приложилась к рефилу. И все, все прекрасно подтянулось. Все прекрасно получилось. Естественно, на подвижном веке будут сияхи. Сейчас немножечко выведу. И еще немножко выведу. Выведу по площади. Вот что мы имеем. Блин, либо меня слепят, либо как бы получилось, в общем-то, неплохо. И даже как будто бы достаточно темно. Достаточно, но проблема возникает, когда происходит тушевка. Ладно, это все, это все мелочи жизни. Пойду в оттеночек, наверное, газелый. Не знаю, что это за слова какие-то понятные. Такой вот, не знаю, коралловый, оранжевый. Не буду стряхивать. И пойду вот сюда. Опа, оттенок. Где оттенок? Понятно, что тут есть такие цвета, которые теории. Да нет, да нет, ну бля. Понимаете, вторая палетка, когда я вижу пастель, я вам даже покажу. Я вам даже покажу, о чем я. Когда я вижу пастель, это вторая палетка, если что. Я понимаю, что как бы ее можно и даже нужно по-хорошему, да, брать на белую подложку. Здесь нет пастели. Это не пастель. Это как бы оттенок, который, скажем так, выглядит не как в рефиле. Так ладно, я, пожалуй, вот этот вот весь внутренний угол забью этим оттенком газелый, который просто, ну, я не знаю, возможно, у меня идет визуальный пересвет из-за света, опять же, моего очень яркого. Но, в общем, где-то вот тут оттеночек рефиле и оттеночек на глазу, собственно, да, его как будто бы особо-то и нет. Ну, я пытаюсь тут что-то наслоить, но я не уверена, что что-то мне поможет. Но они красиво миксуются, видите, они прямо входят друг в дружку. То есть вот коричневый, вот газелый, и они очень хорошо входят, что приятно. У меня на ракурсе, да, немножечко я не спустила камеру, потому что я не могу находиться так высоко. Пойду в горчичный такой оттеночек Blenheim Palace. Какой-то дворец. Ну, я вижу его чисто горчичным, да. Поедем, значит, по вот этому подбровному пространству. Вот этот оттенок неплох. Хотя, ну, не хотя, а он как бы реально неплох, я действительно так думаю. Тушую всю верхнюю границу, прям делаю мягкую-мягкую тушевочку. Видимо, они красиво, красиво, очень красиво входят друг в друга. Но мне, понимаете, мне не хватает насыщенности. Вы видите, как коричневый теряет насыщенность. В общем, так вышло, что звук не писался, поэтому я, да, делаю левый глаз. Надеюсь, что хоть один микрофон останется в живых, и звук запишется. Потому что, если что, там не то, что как-то плохо пишется звук. Нет, его просто нет. Я говорила про то, что коричневый, коричневый тускнеет, когда появляются вокруг него какие-то другие оттенки. Когда появляется вокруг него какая-то тушевка. То есть он как-то меркнет, бледнеет. И мне это не нравится, потому что объективно коричневый самый темный в этой палетке. И я рассматриваю его как затемнение какое-то, да. Как основной темный оттенок. А в итоге он как бы не темный. Горчичный наш Blenheim Palace я наношу на нижнее веко. Потому что из всех матовых, которые мы пока что опробовали... Блин, я просто не умею снимать левый глаз, понимаете? Ну, не умею. Я привыкла снимать правый глаз в больших видосах. Ну, ладно, ладно. Зафакапилась и зафакапилась. Так вот, мне зашел, значит, этот горчичный оттенок. Поэтому я его бахаю на нижнее веко. Потому что он красивый. Потому что будет такое перекликательство. Перехожу к сияхам. На сияхе все такие нежненькие, полукремовые, опять же. Поэтому я буду их сажать на базочку Дракон от Shell We Makeup. Наношу на все верхнее подвижное веко и в уголочек. Начинаю работать с золотого металлика Visionary. Вот этот вот натираю на кисть. Хорошее такое золото. Но, к сожалению, для меня слишком теплое, слишком стандартное. Я такое не люблю. Но оттенок красивый, как минимум. Очень-очень красивый, очень насыщенный. Такой хороший металл. Приятный в работе. Видим, кстати, что осыпаний каких-либо не присутствует. Вот тут немножечко осыпался какой-то темный, я предположу. Вероятно, вот этот вот оранжевый. Потому что я уже очень пыталась как-то его наслоить. Как-то добиться от него яркости. Но у меня ничего не вышло. Возвращаюсь в коричневый оттенок. И пытаюсь затемнить угол. Чтобы был у меня переход нормальный. Далее иду в оттеночек Estereal. Это уже сатин. Сатин это скучно. Еще и сатин такого очень коммерческого оттенка. Такой беж. Почти без сияния. Почти без ничего. Но я пыталась уложить как-то в гамму все одну. Хотя тут, наверное, все можно со всем сочетать. Давайте посмотрим на палетку. Еще одна моя претензия. Она теплая. Объективно там. Вот это вот. Вот это вот. Вот куда его? А я вам скажу, что никуда. Потому что я использовала данный оттенок. Он полупрозрачный в одном макияже. Я использовала его на черной подложке. Потому что ни в какую коричневую, зеленую гамму оно не лезет. В чем плюс данной палетки? Вот у меня сатин. Сатином я захожу на металлик. И это работает. Да, у меня получается цвет как у сатина. Текстура как у металлика. И в итоге получается плавный, красивый переход. Беру оттеночек Eternal Nymphs. Этернальные нимфы. Я впечатлилась очень этим оттенком, когда его впервые увидела. Потому что он напомнил мне оттеночек от Tami. Видно, не видно? Рубиновую пыль. Мне показалось, что в нем какие-то такие красно-розовые частички. Но нет, рубиновая пыль получше. Не предъявляйте меня за то, что я все сравниваю с Tami. Я сравниваю теории хорошую вещь с вещью, которую я уже знаю, что хорошая. Я говорю про Tami. Захожу на подвижные века этим оттенком. И чуть-чуть наверх вот сюда. Было у меня такое высветление. И вот тут то же самое сделаю. Тоже как будто блестючки становятся менее спаркловыми. Ну, сатина не может быть спаркловым априори. Но как будто тоже меркнет. И под бровку наношу тот же оттеночек, который у меня в уголочке. Потому что под бровкой должно быть какое-то сияние. Даже несмотря на то, что у меня там уже тюсевка присутствует. Какие-то такие глаза получились. Как-то я их доделаю немножечко. И вернусь к вам. Чух. Вот такие глаза. Вот такое лицо. Он, в принципе, контурировал себя палеточкой от Be Color Professional. В предыдущих двух видео можно посмотреть, как это происходит. Стрелки тенями, ресницы и пучки. Все по классике. Я не стала их сегодня прокрашивать. Потому что я подумала, что мне лень все это смывать каждый день. Я имею в виду тушь. Тушь смывать самое сложное. Да. В общем-то, в целом, мне нравится макияж. Несмотря на то, что определенно затемненного, затемняющего оттенка не хватает. Понимаете, дело даже не в насыщенности, дело не в яркости, дело в глубине. С имеющимися оттенками глаз выглядит плоско. Я не могу углубить именно темноту, создать вот этот вот какой-то визуальный объем. Все еще вот этот вот коричневый оттеночек меня не удовлетворяет. И я не могу его донаслоить как-то, потому что он и так ложится максимальной своей плотностью с первого прикосновения. На губы я взяла помаду от Maybelline в качестве такой, условно, базы. И, значит, оттеночек коричневый я нанесла по контуру, растушевала. Я не знаю зачем, но иногда я оформляю губы тенями. Да, потому что суперматовые губы, которых можно достичь именно тенями матовыми, да, иногда мне такое нравится. И в серединке у меня вот этот вот оттеночек Daintiness. Потому что я не уверена, на самом деле, что я покажу вам его во втором макияже. Потому что, ну, как сказала бы Марина Лакшес, это какая-то верблюжья жопка, да, которая вот не пришей кобыле хвост. Куда делать, чтобы бахать розовый, я не знаю. Возможно, я его бахну в качестве акцента куда-нибудь в следующем макияже, которому мы сейчас, в общем-то, и перейдем. Итак, второй макияж. Я надеюсь, что звук будет нормальный. Заранее прошу прощения за бедлам на моей голове. Ну, что подделать? Что подделать? Шапка не способствует укладке. Начать я хочу с оформления лица, потому что мне нужно вот эти два оттенка куда-то присобачить. Да, я не хочу ими ничего тушевать, потому что это скучно, примитивно. А палетка, что эта, что вторая, они заточены под креативность в теории, поэтому никакой нюд стандартный мы делать, естественно, не будем. Поехали. Набираю оттенок Daintiness. Так, активненько. На скошную кисть и иду. Вот же рыжая залупа. Ну, нет. Ну, нет. Залыб. Он залып на суперматовом тоне. Это интересное событие. Кистью с остатками пудры я все это подрастушевываю. Ну, в принципе, его видно, да. Его видно, он теплый. Ну, со второй щекой немножко получше, как будто бы. Что я надела? Извините, что у меня сиреневые глаза, да, но я тестирую палетку, на которую выйдет обзор. В общем, креативную палетку, которая мне очень нравится, вот. И немножечко тейн оставили эти вещи. Попробуем отскульптурировать нос такой вот маленькой кисточкой. Так, идем. Идем. В принципе, оттенок неплохой, то есть он, ну, он вот как будто бы слишком пигментированный, чтобы быть просто тушевочным. Вероятно, он дан в пару к темно-коричневому, но в то же время, как бы вы сами видели, коричневый и сам по себе хорошо тушуется. Что-то макияж не задался, я решила фокапить все прям с самого начала. Опять же, пудрой пытаюсь все это разнести. Ну, ладно. И перейду к оттенку 1795. Очень светлый розовый, да, но я его попробую нанести в качестве румян. Ну, как будто бы что-то видно. Хотя у меня на кисти могут быть остатки нормальных румян, да. А могут и не быть. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Ладно, пусть будет. Вот несколько наслоений, в принципе. Ну, опять же, зачем я это делаю, спросите вы меня. А я как бы отвечу, что если оттенок я не буду использовать в качестве теней, значит его надо использовать как-то еще. Мы видим, что в качестве румян такого трупного оттенка, да, трупный розовый, назовем это так, оттеночек 1795 можно использовать. Опять же, что меня смущает, да, вот я их нанесла. Окей, так мне в принципе нравится, да. В мою эстетику, так сказать, это вписывается, но палетка теплая. Ладно, перейдем к макияжу глаз. Так, снова начинаю с темно-коричневого оттеночка. Естественно, как бы темный, да, мне же нужна какая-то форма. У меня была задумка какая-то, но я не уверена. В принципе, вы видели уже, как он работает, поэтому я просто быстренько делаю некую формочку. Странную такую. Вывожу, в общем, что-то такое наподобие стрелы с уходом в нижнее веко. Сильно растушеванное, не сильно острое, не сильно сформированное. И вот сюда в начало тоже пускаю этот же оттенок. Блин, вот сам по себе, да, в одиночку он смотрится хорошо. Но опять же, я не из тех людей, кто может взять, допустим, темный оттенок, вот так, да, допустим, и бахнуть сияшку. Я могу так сделать, но я с таким мейком в аэропорт езжу. Понимаете, я с таким мейком летаю, потому что у меня на загранпаспорте фотка с таким мейком. А в обычной жизни, как бы, для меня это слишком скучно. А с любым другим цветовым матовым дополнением он тускнеет, как мы помним, как мы знаем. Захожу немножко в складочку и немножечко еще вот его продля. Ему не нужна тушевка, он тянется просто как боженька. Перейдем в зеленый оттеночек. Брейври. Да, храбрость. Не буду стряхивать, потому что я помню, что он мне не нравился. Сейчас посмотрим, почему. Возможно, я поменяю свое мнение. Какой-то вот он, не знаю, нечистый. Либо его использовать в одиночку, но он недостаточно пигментированный для этого. В моем, да, в мое субъективное мнение, в нем недостаточно пигмента для подобных действий. Но в целом неплохой оттенок. Единственное, что вот я поставила точку, да, вот тушуется он дальше прямо в какую-то нулину. Мне не нравится. Вот тут я, пожалуй, подрежу этот угол. Когда заранее не смогла ничего придумать, потому что палетка не вдохновляет. Вот о чем я говорю, когда говорю, что палетка мне не зашла. К ней не тянется рука, как говорится, да. То есть она лежит, и она меня, ну вот как-то не впечатляет, не манит. Я знаю ее существование, но для меня это мало что меняет. Ладно, тем же оттеночком bravery зеленым я иду на подвижное веко. Создаю подложку для зеленого спаркла, который у нас тут будет. Так, чисто на всякий случай. Потому что я не помню степень прозрачности этого оттенка. Ну и поскольку я маленькая хитрюга, я возьму оттеночек снова Blenheim Palace. Потому что он мне нравится. И пущу его по нижнему веку. Добавим остринки. Блин, макияж мало того, что теплый, он еще какой-то грязный. И по верхней границе тоже прохожу с этим горчичным. Потому что он как-то, не знаю, освежает что ли. О, смотрите какая красивая. Красивое вхождение горчичного в зеленый. Вот тут видим. Очень красиво. Я надеюсь, что вам видно все и слышно все. В общем-то, я не в курсе. Узнаю позже. Вернусь, пожалуй, в коричневый оттенок. Попытаюсь его уплотнить. Ну все, это бессмысленно. То есть видим, он снова какой? Ой, правильно, не темный. Я хочу его в качестве темноты, да, в углу. Но это невозможно. Ой, ну ладно. Ну ладно. Иду в базу дракон от Shellwee Makeup и в сияшки, наконец-таки. Как же плохо выглядит этот коричневый. Прям, прям грустно мне от этого, понимаете? Итак, у нас осталось три сияхи, да? Это зеленый Plutus, розовый KS. Видно? Надеюсь, видно. И вот этот вот Hero F, который типа дуахром, но не шибко дуахром. Начинаю я с оттеночка Plutus. Зелененький. Набираю. Вроде как металл, да? Они похожи, по крайней мере, визуально в рефиле с золотом. Если что, я не помню, потому что я тестировала палетку достаточно давно. Да, металл. И, ну, никак не могла сесть, снимать обзор, потому что, ну, не вдохновляет она меня. К сожалению, никак. Так, похоже у нас, да, первый и второй макияжи по концепции, по структуре. Ну, да ладно, ну что я могу поделать? Вот зеленый. Обычный, зеленый, теплый. Вы не думайте, я не то чтобы, ну, разочарована. Ну, ладно, ладно. Я разочарована, но, опять же, у меня предвзятое... Скажу, да, скажу, что предвзятое у меня отношение, потому что я не могу требовать от бренда, который выпустил свои первые палетки, какого-то новшества, каких-то интересных текстур. Иду в оттеночек Hero F. Да, тоже натираю. Он тоже, кстати говоря, спарковый такой. И наношу на переднюю часть. Я знаю, что все будет ох, потому что я его посвочила. И у него есть эти золотые крапинки, что позволит мне совместить эти два оттенка. Опять же, они как-то совмещаются настолько, что как будто бы у меня один оттенок на веки, а их два, да? Тут Hero F, тут Plutus. Чисто она перешла на английский. Красивый оттенок, но я чудо даже не уверена, что это какой-то дуохром или хоть что-то интересное. Ладно, и на своих страх и риск иду в оттеночек KS, да, в угол, под бровь. Тоже структурно он не сатин. И возвращаясь к своим, как бы, умозаключениям. Я не могу требовать от бренда, да, который выпустил свои первые, первые палетки каких-то уникальных формул, уникальных оттенков, каких-то мультихромов. Но при этом могу, потому что, да, рынок, бьюти-рынок растет. Сейчас огромное количество есть инди-брендов. Я прусь именно по инди-брендам, да, которые создают действительно что-то интересное, да, действительно что-то иногда уникальное. И, ну, если ты не принадлежишь какому-то бюджетному концерну, который клепает одно и то же, то, ну, по идее ты должен стремиться к созданию чего-то уникального. А иначе за что? За что платить? Вот зачем мне этот розовый, скажите? Вот зачем он тут? Но он не ложится ни в какую гамму. Вот хоть убейте меня. Он мог бы лечь, наверное, вот с этим, но этот оттенок, он не коралловый, он рыжий, он оранжевый. Вы видели его в первом макияже? Короче, ладно, я добавляю его под бровь. Он красиво-красиво светится, да, но видим, что он полупрозрачный абсолютно, то есть он не розовый. И это, наверное, его плюс, потому что был бы он розовым, было бы... Было бы не очень приятно. Давайте сделаю хайлайтер. Возьму хайлайтер Shiny Secret из палеточки от BeColor в качестве такой базы. Я говорю базы, потому что, когда я пользуюсь такими вот оттенками, да, вот я хочу сейчас этот розовый взять в качестве хайлайтера, я очень четко понимаю, что это блестки, да, пусть они и такие кремовые, но это отдельные все-таки блестки, отдельные хлопушки, они могут отлететь, и что-то должно остаться. Прям пальчиком набираю теночек КС и пробую нанести. След. Следа нет. Перелив есть. Ну вот он не вписывается, он ярко горит, он очень красивый сам по себе. Я бы оставила палетку, наверное, чисто ради него, но он не вписывается сюда. Ну куда? Ну зачем? Вот во вторую палетку его было бы замечательно поместить, там есть розовая гамма. А тут? А тут нет. Ой, ладно. Я недовольна, доделаю второй глаз. Да. И вернусь с вердиктами по этой палетке. Чух. Вот такие глаза, вот такое лицо. Еще раз сори за Ахтунг на голове. Ну что поделать? Я не стала особо ничего добавлять. Накрасила губы, подкрасила ресницы. И да, заметила, что розовый блик, его в общем-то особо и не видно. Я даже его отфоток не могу поймать как-то на скуле. Так что немножечко грустненько. Но мы переходим к вердикту по первой палетке Ice Never Lie 1. Что сказать про это солнышко? Что сказать? Я скажу, что я ее продаю. Продаю, продаю, естественно, дешевле, чем купила. Это будет моя первая продажа палетки, потому что это первая палетка, мне кажется, с которой я вот с чистой душой готова расстаться. Вообще без каких-либо угрызений совести, без какой-либо жалости, потому что, ну, не нравится она мне. Она мне нравится чисто эстетически, но на этом все. Еще раз, значит, смотрим на нее внутри. Для меня она нелогична. То есть вот вы смотрите на нее, да, вот вы человек, который, ну, не красится вот каждый день как-то супер ярко и видит вот такую палетку, которая как бы вроде бы даже как-то, да, нестандартная, да, но она не выстроена как-то логически, да, и она только кажется интересной, потому что, по сути, тут только, ну, два цветовых сочетания. Это что-то зеленое и это что-то тепло-коричневое, да. Можно сделать нюд, опять же, самое большое разочарование для меня, опять же, это коричневый оттенок. Видим, он как бы испаряется буквально при какой-либо тушевке, при каком-либо оттеночном добавлении, оформлении. А нужно затемнение, нужна глубина. Понимаете, в любом макияже, даже в нюдовом макияже, должно быть какое-то построение, иначе глаз, глаз это шар, есть тень, есть свет. Макияж это живопись, но сейчас мы уйдем, уйдем далеко. Пройдемся по оттенкам. Статины скучные, скучные, очень коммерческие, очень примитивные. Коричневый не работает, зеленый приемлемый. Приемлемый, но, опять же, он не может быть основным цветом. А получается, что основным в плане темным, да, строящим форму. Соответственно, темного цвета тут нет, в принципе. Это верблюжья залупа. Да, но можно его использовать с натяжкой в качестве скульптора. Но давайте честно, какой человек, покупая палетку теней, будет думать, какой оттенок ему приткнуть на остальное лицо в качестве румян или скульптора, просто потому что во всем остальном он тупо не нужен. Я могу так сделать. Но объективно я считаю его тепловатым для этих целей, плюс он немножечко залипает. Возможно, вина тона, я не знаю, но немножечко он у меня, помним, залип. Это тоже очень холодный, очень холодный, нежно розовый, который пигментированный, пигментированный матовый, я не спорю. Хотя вот это вот, нет, он не смотрится так. Вот давайте, давайте. Вот, господи, коричневый смотрим, да, тут и на глазу. Ну, нет, нет. Металлики, да, металл, 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 в принципе. Ну, такая уже спаркловая вещь, полупрозрачная. Допустим, два металла, зеленый и золотой. Кучно, примитивно, один плоский цвет, причем цвет теплый, очевидно теплый. Окей, хорошо. Здесь же скучно, полупрозрачный, не могу. Я могу разупрать все цвета, да, но понятно, что коричневый меня максимально разочаровал. И вот этот вот цвет газолик, да, который, помним, выглядит коралловым, на глазу оранжевый и не жидко пигментированный. Очень уж с ним я мучилась. В целом, для меня это просто очень скучная палетка, которая пыталась быть чем-то большим, большим, чем просто теплым нюдом. Но она только теплый нюд, при этом как бы не самый понятный. Да, она, безусловно, подойдет людям, которые, не знаю, хотят чего-то слегка креативного, но боятся покупать что-то действительно креативное, которые, не знаю, боятся цветных матовых, потому что тут они цветные так, что как бы не особо понятно, что по оттенку. Но тушевать, тушуются они прекрасно, заходят друг к другу прекрасно. Мой однозначный фаворит из всей палетки – это горчичный оттенок. Но я не буду оставлять целую палетку из 12 цветов ради одного цвета, как минимум потому, что у меня горчичный есть у Тами Танука. Но он есть. Ну, что сказать? Я ставлю этой палетке, ничего я ей не ставлю, потому что, опять же, бренд молодой, первые две палетки и первая палетка мне не зашла. Ну, я отчасти уже, не знаю, искушенный в этом плане человечек. Меня сложно удивить, не очень сложно, на самом деле, вдохновить, да, и как-то, чтобы я возрадовалась. Я всегда радуюсь новой палетке. Я очень радовалась, когда они приехали. Я была готова, как бы, тестировать, делать мейки, но я разочаровалась с первого же макияжа. И даже черный цвет, да, который я привлекала к созданию, он мне помогает. К сожалению. А вы пишите свое мнение в комментариях, оценивайте макияжи, которые я делала с этой палеткой вместе с вами и без вас просто на затесте. А я перехожу ко второй палеточке. Всем здравствуйте еще раз. И мы переходим ко второй палеточке от бренда House of Keys. Kid Out. Значит, вот такая вот она прекрасная у нас снаружи, да. Тут, опять же, вся информация. По граммовке остается все так же. 12 оттенков по 1.1 грамма. В рефиле производство Китай, бренд российский. Все помним так же, как в первой палетке. В общем-то, посмотрим на нее внутри. Она невероятная. Ну, типа, я увидела, я сразу захотела. И, как бы, да, я сразу скажу, что она мне нравится. Больше, больше, больше. Несмотря на то, что тут всего 1, 2, 3, 4 матовых. Все остальное это у нас такие спарклы. Мы только вот этот вот оттеночек. Impression on Satin. Все остальное это спарклы разной степени плотности, насыщенности. Но мы посмотрим. Я не знаю, сколько будет макияжа, потому что тут есть вот эти вот, да, темные какие-то оттеночки. К ним я буду использовать зачернение, да. Эта палетка не пытается казаться ничем. Эта палетка выглядит как креативная палетка чисто акцентных цветов, по большому счету, да. Плюс палетка пастельных матовых. Но первый макияж я буду делать без белой подложки. В общем-то, тестировала я ее без белой подложки. Но мне кажется, что один какой-то мейк. Боже, сколько ты собираешься сделать мейков? Ладно, ребята, если внезапно будет три мейка с этой палеткой, то, простите меня, какой-то из них будет ускоренный. Скажу, что я за тесты, да, не буду вставлять в видео формате. Все эти шорты я добавлю просто в плейлист к обзору на этот бренд. Да, если кому-то будет интересно, то можете зайти в плейлист и посмотреть, собственно, непосредственно за тесты. Представляете, буду только фотки и, в принципе, я делаю с вами макияж. Давайте, давайте уже скорее переходить. Итак, играем на приближение. Снова и начиная с оттеночка. Лив Шип. Самый темный в этой палетке розовый. Но понятно, что он... У меня нет к нему претензий. И не будет к нему претензий, как к коричневому из прошлой палетки. Потому что эта палетка, она цветная, она яркая. Тут по-хорошему не может быть основных цветов. Хотя давайте просто приступим. А что бы сделать, что бы сделать, пойду в угол. Пойду в угол. Первый мейк будет на демонстрацию тушевки. На демонстрацию того, как прекрасно оттенки входят друг в друга, смешиваются и дают дополнительные оттенки. Ну, я все спойлерю, спойлерю. Оттеночком Лив Шип устраиваю уголочек. Такой вот красивый. Такая, знаете, ненавязчивая фуксия. Я ненавижу цвет фуксия. Но этот оттенок какой-то вот он прям, не знаю, приятный. Ну, как обычно. Просто два движения. Мне кажется, секунд 30 у меня ушло на то, чтобы построить как бы идеальную форму. Ничего не буду говорить, ничего не буду комментировать. Я надеюсь, что вы сами все видите. Давайте поступим как-нибудь интересно. Возьму оттеночек Reflection. Да, это такая мята. Я надеюсь, всем понятно, что мята это однозначная пастель. То есть это, чтобы получить такой оттенок, это нужно очень сильно выбелить цвет. Собственно, что такое пастель? Это выбеленные стандартные оттенки. Посмотрите на это. Без белой подложки. Это пастель. Вот за это, это очень круто, когда пастель работает. Естественно, на белой подложке он будет ярче. Но без какой-либо подложки на сухом глазу, потому что у меня матовый тон, супер матовый, да. Я в последнее время что-то только таким пользуюсь. Ничего, скоро ко мне доедет мой тон от Luxe Visage. Но пока что так, как бы у меня ничего нет на глазу. Посмотрите на цветопередачу. Это охренительно. Они замешиваются красиво. Оттенок, причем, настолько пигментированный, что он даже как будто бы немножко перекрывает. Видим? Наш розовый Leaf Ship. Но при смешении, вот на стыке, получается какой-то нежный сиреневый переход. По моему лицу понятно, да, что я, что мне очень нравится. Мне очень нравится. И я эту палетку, помимо того, что я ее тестировала, просто, да, в любых условиях, так сказать, я еще и просто делала ей макияж, потому что к ней у меня тянется рука перманентно, потому что мне безумно понравились матовые. Сейчас у меня в ход пойдет оттеночек, которого у меня нету. Аналога у меня нет ни в какой другой палетке. И это оттеночек Retrofusion. Такой салатовый. Я пущу его по нижнему веку сейчас. Но в какой-нибудь другом макияже я обязательно продемонстрирую его на более большой площади, потому что он этого заслуживает. Но сейчас пущу просто вот так вот. Очень, очень, очень красиво. Очень приятно. И у меня действительно нету аналога. Именно в матовом формате. У меня есть очень похожий оттенок Satin от Tami в палетке с грифоном. Но матового такого у меня нет. Смотрите, как красиво. Как красиво! Ага! Так, ладно. Спокойно, спокойно. Попытаюсь перейти на нормальный язык. Пойду в оттеночек Mourmoring. Вот этот вот нежно-розовый. Ну, я надеюсь, тоже понятно, что он супер выбеленный. И это тоже пастель. Я пущу его по границе всего верхнего века. Создаю такую тушевку плавную. Хотя куда уж плавнее, казалось бы. Хотя, казалось бы, зачем, если все и так идеально. Но, да, на всякий случай. Мне просто очень нравится вот этот вот переход, когда оттенок соприкасается с вот этим вот единорожным цветом. Мятным-мятным. Просто Tami такой оттеночек такого цвета называется принцесса единорогов. Поэтому меня немножечко закоротило. Мне нравится вот этот вот сиреневый миксовый цвет, который получается. Очень-очень приятно. Вероятно. Его видно, понимаете, при том, что это пастель. Я думаю, что еще в каком-то макияже мы обязательно воспользуемся этим оттенком в качестве румиан. Потому что, потому что мне так хочется. Ладно, наношу базу дракон. Итак, база нанесена, распределена. А я иду в оттеночек satellite. Этот вот темно-розовый такой, почти бордовый. Посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет в любом случае, если будет слишком темно. Да нет, да нет, да нет, да нет. На самом деле, очень даже приемлемо. Как будто бы идеально он писался. То есть, можно его не записывать в прям темные оттенки. Вот что-то такое мы имеем. Оттенок достаточно интересный, потому что он как бы... Сложно пытаюсь описать. Он и розовый, и какой-то фиолетовый. И с какими-то белыми блесточками. Такой металлический. Из плюсов всех парковых таких тенюшек от House of Keys. В принципе, их можно совершенно спокойно наносить, без какой-либо базы. Я наношу на базу, потому что у меня, напомню, супер матовый тон, супер сухое веко. Они не сыпятся, и они не катаются. Даже если вы сажаете на базу, они не катаются, что является несомненным плюсом. Так, теперь я иду в очевидный спарковый оттенок. Такой полупрозрачный оттеночек 8 Sky. Восьмое небо. И накладываю вот так вот. И немножечко растираю. Полупрозрачная, но очень красивая вещь. Красивый же. Красивый спаркл. Еще и такой оттенок зелено-голубоватый. Бирюза такая, бирюза. Достаточно, достаточно, я скажу, что достаточно нестандартный. У меня, опять же, как мне кажется, нету аналога прям такого коллекции. Все, два движения мы нанесены. Мы сверкаем. Очень, очень, очень хорошо. И напоследок пойду в единственный сатин данный. Палеточки это оттеночек Impression. Впечатление. Сатинчик. Но сатинчик такой, видим, очень плотный. Такой хороший, салатовый. И он у меня хорошо, ну идеально точнее, по оттенку ляжет под салатовый. Если он салатовый. Ну он не салатовый. Я не знаю, короче, какой это оттенок на самом деле. Также захожу им на наш спаркл. Создаю переход. Очень хорошо, очень красиво. И немножко его наверх еще оттягиваю. Вот сюда. Для сатина плотность очень хорошая. Средний такой сверкучий. Но его можно использовать, вот мне кажется, да, тот редкий случай, когда я это скажу. Но мне кажется, что его можно даже использовать в качестве прям оттенка. Потому что он плотный, он хороший. И он, ну, очевидно, не коммерческий. То есть такой цветной, прекрасный сатинчик. Вот такой глаз мы имеем. Красиво, красиво. Невероятно красиво. Ладно, сделаю я второй глаз. Сделаю стрелы, скорее всего. И вернусь мы займемся оттеночком Vesper. Это невероятная вещь. Спойлер, да. И он у нас будет в качестве хайлайтера сегодня. Обязательно. Ладно, доделываю и возвращаюсь. Ух! Вот такие глаза у нас получились, да. Стрелки странные, стрелки очень длинные. Но это неважно в целом. В целом я восхищена тем, с какой легкостью я сделала второй глаз. Вообще просто вот так вот на изи. Стрелки мои странные нарисованы тенями. Тушь у меня от Стеллари, Like a Star. Я вот тут узнала, что она оказывается из новой коллекции. Она делает паучьи лапки. Но я люблю паучьи лапки, поэтому все как я люблю. Прекрасно. Помада у меня от Influence Beauty в оттенке 09 Quantum Gravity. Да, вот такой вот без какого-либо контура. В целом мне нравится. Но мы с вами переходим к хайлайтеру. А точнее к дополнению хайлайтера. И это у меня будет оттеночек. A Vesper. Это невероятное такое зеленое салатовое сияние. Да, отдельные блесточки. Я не знаю, видно, нет. Я надеюсь, что видно. На прозрачной базе. И он идеален в качестве хайлайтера. Ладно, давайте прям пальчиком я нанесу на скулы. Аккуратненько, аккуратненько. Ну или не очень аккуратненько. Потому что на самом деле это что-то невероятное. Я обожаю так делать. Я хочу купить запаску этой палетки просто потому, что я не могу перестать пользоваться этим оттенком. То есть если я беру эту палетку или если я делаю что-то креативное, то я обязательно, обязательно беру этот оттеночек. Потому что это очень красиво. И кисточкой наберу. Еще бахну под бровь. Тоже как бы абсолютный спаркл на прозрачной базе. Но при этом не оставляет полоску. Очень-очень красиво переливается. Делаю, в общем, такой замикс. Замикс. Вы можете сказать мне, ну чем тебе нравится эта палетка, если ты выглядишь как попугай. Я скажу, что для меня это красиво. Для меня это что-то такое футуристичное. Я немножечко инопланетное что-то такое. Я считаю, что это красиво. Я считаю, что эти оттенки, естественно, их можно миксовать с любыми другими палетками. С любой какой-то классикой делать чисто акценты. Но я вам показываю так. Я так хожу в мир. И в пиры, и в мир, и в добрые люди. Как говорит Маша Минагарова. Поэтому мне такое нравится. Я считаю, что это очень качественно. Очень красиво. Очень хорошо. Ну а пока я тут не расплылась восторженной лужицей. Давайте перейдем к следующему макияжу. Ух! В общем-то, здравствуйте. Еще раз, четвертый раз я говорю одно и то же. Да, я решила быть в парике. И в пиджике с плечами. Четвертый макияж. Да, я решила, что нам хватит одного макияжа. Ну, по крайней мере, я постараюсь. Нам осталось. Раз, два, три, четыре. Четыре спарку продемонстрировать. И, собственно, матовые на белой подложке. Спарку я хочу продемонстрировать на черной подложке. Потому что я их посвочила. Да, вот эти вот два темных цвета. Они меня вообще не впечатляют. Они очень блузкие, очень скучные, очень однообразные. Может быть, на черной подложке это все раскроется интереснее. Как я собираюсь совместить черную подложку и белую подложку? В общем-то, я буду делать какой-то всполох, вспышку, черную бездну, черную дыру. Я не знаю. В общем, будет что-то супер креативное. Да, кому не нравится, то до свидания. Можете мотать сразу на финальные итоги. Вот. Ну, а я приступаю к креативу. Бровь чешется. Я надеюсь, что вам все будет видно. А я начинаю с черной подложки. И для этого беру черную помаду. Вот такую. Nice View. Покупала на Wildberries. Просто бахаю на глаз и распределяю какой-то неосознанной кучей. Потому что потом в дело вступит белый конкрет. И всем нам будет не до этой черной подложки. Но она нужна, потому что я не уверена, что я смогу. Вот чуть-чуть буду наносить, пожалуй. Я, в общем-то, не уверена, что просто черная тень мне даст достаточно насыщенность. Поэтому я делаю вот такое вот какое-то распределение. Пожестче, погуще. В общем-то, мне просто нужно пространство, чтобы влезли у меня три спаркла. Вот. Как-то распределяю, да, жгучей пандой. Блин, это так странно, знаете, когда берешь черную помаду просто по фану. А потом получается как будто бы даже не слишком плохая форма. Нижний век тоже не очень приятное занятие. Но на нижний век, в общем-то, я тоже бахаю. Так, конкретно оттушевывая вниз. Плевать, если будет какая-то грязь где-то. Если что-то будет не идеально, там в дело вступит белый оттенок. Если моя задумка, конечно же, удастся. Пойду в черную тень. Не знаю, видно, не видно, надеюсь, видно. В черную тень из палетки BeColor. Потому что, ну, надо как-то закрепить, да, наше это буйство красок. Я говорила, да, что не буду стараться. Поэтому, если кого-то пугает происходящее, то, ребята, ну, простите меня. Ну, не прощайте меня, как бы. Я редко хожу в настоящий креатив, да, в истинный креатив, который мне бы хотелось. Прям в какой-то хаос, в какой-то маразм, в какую-то клунаду. Я хожу редко. Сейчас у меня все мои висючие рукава будут в тенях, но мне пофиг. В общем-то, пойдем в сиярхи. База Дракон без вас. И переходим к сиярхам. Давайте посмотрим, да, мне кажется, что оттеночек Филычи Т. И оттеночек, да, лучше посадить рядышком. Потому что тут как будто присутствуют какие-то зеленые частички. Но это не точно. Да, а вот этот вот серебряный, он кажется каким-то темно-серым, каким-то интересным. Но нет, это банальнейший серебряный. Спаркл, да, металл со спаркловыми частичками. Это, понятно, пойдет в уголочек, в хайлайтер и будет как-то красиво, в туристично. Ну, понятно же, что будет какая-то футуристика. Короче-то, иду в оттеночек, давайте Филычи Т. С него начнем. Боже, я надеюсь, что вам видно, не будет фокапа, как с прошлым мейком, когда мне пришлось вставлять фотки. Куда-нибудь вот сюда пойдем. Камборзово сейчас сразу поехала. Темно-зеленый спаркл. Да, немножко выхожу за границу, потому что я хочу хаос. А серебро давайте на нижнее веко бахнем, да? Да, нет, да, да, нет. Да, нет, я не знаю. Но вроде неплохо смотрится, да? Ну, как бы я не знаю, что еще добавить, потому что оттенок плоский. Пойдем в оттеночек Кидалт. Такой, мне кажется, он чуть менее спарклый. Возможно, я не права. Ой, фак, он полупрозрачный. Ой, ну красиво. Кстати, на черной подложке. На черной подложке красиво. Пойдем куда-нибудь вот сюда вот. Выйдем чуть-чуть им. Не знаю, видно вам, но на самом деле красиво. Красиво такой перелив дает. Захожу, естественно, на... Блин, зеленый спаркл очень хорошо затемняется. Понятно, что все это на черной подложке. Но прямо вот я смотрю, видите, его не видно. Поворачиваюсь. Опа. Блик, сияние. Красота. Красота. Да, пойдем в космокет на нижнее веко. Ох, скучное, скучное серебро. Мне, понимаете, как бы у меня нет претензий к серебру или золоту. Да, все имеет место быть. Но мне кажется, это какие-то такие очень устаревшие оттенки. Но кто пользуется? Нет, кто-то пользуется. Опять же. Опять же, я очень субъективно сужу. Но мне кажется, что это вот какой-то прям... Я отношу чисто золото и чисто серебро к каким-то трэш-макияжам. Понимаете? Когда вот, не знаю, один оттенок серебряный бахнут. Какая-то такая кривая стрела-палка. Не знаю, какие-то годы были. Я тогда еще не красилась. Возможно, меня тогда еще на свете не было. Но у меня такая проходит ассоциация. Ладно. И оттеночек фосфен. Я иду в уголочек. Тоже спаркл. Очень красивый, на самом деле, оттенок. Он тоже, я помню, что он полупрозрачный. Нихуя себе, блядь, полупрозрачный. Вот это я, конечно... В каком уме? Я была, если я помню, что он полупрозрачный, когда это в корне. В корне не так. Ладно, я его, короче, разнесу везде. Потому что, ну, объективно, из всего, что у нас осталось, он мне больше всего нравится. Так как-то разношу, да, таким идиотическим образом. Да, захожу. В итоге у меня не получается никакого хаоса. У меня получается вполне себе оформленная форма. Но это пока что. Короче, оттеночек фосфин фиолетовый мне нравится. И пока я не испугалась своей же задумки, давайте пойдем в белый конкрет. Достаю тюбик. Хотя сейчас слово тюбик может кого-то оскорбить. Нет, просто тюбик. Буквально выдавливаю капельку в баночку. Поехали устраивать замес. Беру кисть, которая уже засрана этим конкретом. Да, я хочу немножечко рваные границы, поэтому будет уебанский. Будет уебанский никаких вопросов. Никаких вопросов пока я не закончу, ладно? Никаких претензий ко мне и моему специфическому креативному мышлению. Делаю такие вот вырезки с выходом в стратосферу. Понятно же уже, что мы их неадекватные, да? Я надеюсь, понятно. Я надеюсь, вопросов не возникает. Блин, оттенки, которые я в итоге использовала, я про спарклы, они такие какие-то очень, очень получились сдержанные, да? А я хочу как бы, да, сделать из наших пастельных вырвиглазку. Хвостыка нет, хвостыка нет. Подзастынет и нанесу второй слой. Как-то так. Я надеюсь, что все подзастыло. И да, в общем-то, немножечко свинцой, но это белизна, которую я добилась. Давайте посмотрим, что из этого получится. Я миную сегодня вот этот вот оттеночек Leaf Sheep, потому что я засранка, да? Оттеночек More Moreing пойдет у меня в румяна. Но пока что я хочу вам показать, как красиво вот эти два оттенка миксуются. И, собственно, посмотреть на них на белой подложке, да? Потому что, потому что, потому что. Иду в оттеночек Retro Futurism. Вот этот вот, да, наш салатовый. Моя любовь на пятом этаже. В общем, бахаю вот так вот. Можно, не будет грязи, да? Можно. Ну и во все началки вот так вот бахаю. Сразу мне вспоминается оттеночек, рожденная в день мятного метеорита, который я использовала в последнем большом видосе. Где-то вот тут будет подсказка. Ну скажите мне, что это не отвал жопы. Такие вот оттенки на белой подложке. Это же просто невероятно. Такими притаптывающими движениями наношу, потому что мне нужна плотность, чтобы перекрыть белый конкрет. И я прям вот даже немножечко за границы, да, за белой границы захожу. На черный. Охренеть, его даже на черном видно. Такой получается эффект, как от фонарика на каких-нибудь рисуночках. Знаете, когда яркая сердцевинка и такая затемненная штука вокруг. Иду в оттеночек Reflection, да, наша мята. И... Да, детка. И замиксовываю их. Вот мята, конечно, оказалась ебейше просто яркой. Мне очень нравится микс оттенок, который получается при миксе. Этих двух оттенков. Красота! Ну, я сейчас буду думать. В общем, видите, я наставила еще пятнышек. На такую вот тонюсенькую кисть. Иду в оттеночек Live Sheep. Ну, все, ну, все. Вот сейчас, вот в этот момент пошел полный разнос, потому что... Ну, все, это мы взяли все оттенки, нафиг. И все. Ну, хорошо, как-то так. И... Вы думали, все? Думали, мы так легко отделаемся? Нет. Иду в оттеночек More Mooring. Нежно-розовый. Ну, и попробую я вот как-то, не знаю, протушевать, чуть смягчить. Вот тут у меня, например, залип черный. Не хочу, чтобы он был таким залипшим. Не факт, что мне удастся это вообще как-либо исправить. Но ничто в этом мире не помешает мне попробовать. Правильно? Ай, красиво! Просто навтыкала, смягчила. О! Красиво! Тут, правда, вот видно какие-то, какую-то текстуру кожи. Ну, да ладно. Я как-то закончу этот макияж. Да, возможно, я добавлю подводку по краешкам вот этой вот всей дичи. Поехали. Вот такая вот у нас невероятная вещь получилась. В общем-то, помада черная на губах. Та же, которой мы простраивали форму. Прекрасная помада с лаврис за 200 рублей. Ну, реально, она мне реально нравится. Теперь мы видим, что она еще в качестве черной подложки тоже замечательно работает. Подводка Нинель. Все обведено этой подводочкой. И белый конкрет на ресницах. А в слизистый карандаш от Нинель в оттенке 215. Я скажу, что в слизистый он течет. В уголках, точнее, он у меня обычно подтекает. Но сегодня у нас все черным-черно. Кстати, хороший бренд. Да, черным-черно, поэтому даже если потечет, будет пофиг. Да, и в общем-то, как бы, времени уже 8 вечера. Поэтому, как бы, ну, скоро это все смоется. Ладно, давайте переходить к румянам и хайлайтовую. В качестве румян, как и обещала, беру оттеночек Морморинг. Я, конечно, сильно себе сузила область. Ох. Ну, ну, хорошо, понимаете. Просто, просто хорошо. Просто хорошо, когда палетка хорошая. Естественно, это все идеально у меня перекликается с глазами. Потому что вся тушевка у меня выполнена этим оттенком. Смотрите, какая красота. Я от себя куплю запаску этой палетки. Потому что тут уже многовато оттенков, которые мне прям, прям неистово нравятся, да. Верной кистью залезаю в обычный хайлайтер. Так, базово прохожусь. Нужна какая-то база, когда в качестве хайлайтера наносится спаркл. Пальчиком иду в оттеночек фосфин, да, который у нас в уголочке. И попробую нанести. Ставит ли он полоску, вот что мне интересно. Что-то я его не вижу. Я, походу, хочу, чтобы он оставил полоску. Потому что я хочу его сиреневым, вот овца. Вроде нет полоски. Ну, вроде как будто бы ей не особо что-то поменялось. Да, вот обычный хайлайтер. А, ну ладно, спарклась. Спарклась, спарклась, добавилась. Спарклась, добавилась. И это приятно. Ну, у него достаточно ярко выражена цветная база. То есть, в отличие от оттеночка Vesper, в отличие от вот этого оттеночка, который мы использовали в прошлом макияже, у этого есть некая цветная база. Поэтому выглядит спорно. У нас весь макияж сегодня спорный. И на кисть набираю тот же оттеночек. И хочу бахнуть на губы. Мне кажется, почти каждый раз, когда я делаю черную помаду, я какую-нибудь в листюху обязательно бахаю поверх. Ну, в общем-то, макияж готов. Последний макияж вот этой вот прекрасной палеточки. Да, в общем-то, мы задействовали все оттенки. Сложно, сложно. Естественно, я не показала ничего традиционного, так сказать. Если вам будет интересно вдруг, то напишите в комментариях, и я оценю какой-нибудь нюд с акцентными дополнениями. Чтобы было понятно, о чем я говорю, когда говорю, что она может быть вполне акцентной и может быть использована и в каких-то обычных классических макияжах, просто в качестве такого цветового дополнения. Давайте поговорим о ней. Я не знаю, что сказать. Мне кажется, последние два макияжа очевидно, что настроение у меня такое взюх. И это как бы связано именно с тем, что палетка мне нравится. Невероятно красивая снаружи, это все понятно. Давайте пройдемся по оттеночкам внутри. Какие оттенки, которые мне не зашли? Не максимально, потому что они все еще как бы не шибко стандартные. Но все же я бы могла их спокойно прожить без их существования. Это как раз те, которые мы использовали сегодня. Вот раз, два, три. То есть, филе Читея, Космо Кэт и Кидалт. Потому что тот же Кидалт, он как-то слился прям с зеленым. То же самое, что произошло у нас в прошлой палетке с зелеными как раз оттенками. Только там был зеленый металлик и такой не очень понятный еще один оттенок, который я думала, что двухромный. Не суть. В общем, помню, что такое было. Оттенки, которые мне нравятся, но не то чтобы прям вау. Это, наверное, вот этот. Сателлайт тоже такое. Ну, просто потому что я не очень люблю что-то такое розовое, розово-бордовое. Такой еще цвет. Достаточно необычный, да. В обычной жизни, так сказать, если бы я увидела такую однушку, я бы ее не купила. Но тут в розовую гамму он вписался очень даже прекрасно. А вот все остальное, все, что осталось, это матовые, это сатин. Да, на удивление, блядь, я оставляю сатин. Потому что плотный, такой средний сверкучий, но он какой-то очень красивый, насвежающий. Я люблю такие зеленые оттенки и желтые. Короче, я вот, несмотря на всю мою любовь к чернухе, я такой люблю. Поэтому, да, оттеночек Impression. Phosphine. Да, мне зашло, мне зашло. Но опять же, я люблю лаванду, я люблю все холодное, все сиреневое, все прекрасное. Я люблю. Это понятно, по всему моему каналу рассованы эти сиреневые макияжи. Ну, 8 Sky, да, потому что просто у меня нет аналога. Он красивый, он среднеплотный. Он мне зашел. Ну и, конечно же, абсолютный фаворит, это оттеночек Vesper. Потому что, помню, в качестве хайлайтера это просто что-то невероятное. Я его могу бахнуть и просто навека, и будет шедеврально. Остается в коллекции получать 10 из 10. Я единственное, что не понимаю, знаете, как можно было создать два настолько разных продукта. Эта палетка, она еще и очень умно сделана. Давайте посмотрим, о чем я говорю. То есть, например, под оттеночек 8 Sky, который полупрозрачный, может подойти оттеночек Reflection. Под Satin Impression может пойти оттеночек Retrofusion. Тут есть розовая гамма, есть мятная гамма. Здесь что-то такое более темное, но при этом, как бы, они все-таки, все еще... Вот этот оттенок достаточно плотный, чтобы даже в соло использоваться, да. А этот оказался, как бы, не настолько темным, да. Серебряная такая, достаточно классическая история. Понятно, под Satin Light розовый, она логичная. В отличие от предыдущей. Там тоже присутствует определенная логика, там тоже есть свои цветовые гаммы. Но они, как бы, скучны. Но при этом, как бы, все еще палетка не тянет на какой-то полноценный нюд. Да, я говорю про Eyes Never Lie. Я не буду ее притаскивать в кадр, потому что я не хочу ее видеть после тех мучений, которые были со вторым мейком с ней. Эта же палетка, она прям очень хороша. И для первого запуска работает все, работает суперски. Как бы, ну, я не знаю, что сказать. Я не знаю, что сказать. Это 10 из 10. Это мой суперреспект бренду. Я буду ждать, что еще они выпустят. Я буду скупать, наверное, все. Просто потому, что мне интересно. Правда, ребята как-то идут по достаточно креативному пути. При этом по качественному пути. Ну и вторая тоже качественная, на самом деле, палетка. Просто это не мое. И просто я, ну, да, претензий у меня много. Потому что я маленькая залупа, которая зажжалась немного. Да, объективно. Столько брендов, столько палеток. Столько всего я скупаю. Ну, в общем-то, я рада. Оценивайте все макияжи, которые я сделала с этой палеткой. Также оценивайте все макияжи, которые были в этом обзоре. Можно выбирать. Можно просто писать. Можно просто говнять. В принципе, я не против. Если вы досмотрели до этого момента, то нижайший поклон. Потому что, ну, вы молодцы, ребята. Вы досидели тут почти час. Или прям час. Я не знаю, сколько там на монтаже получится. А я довольная. Счастливая, в общем-то. Я сняла этот обзор. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Ставьте дизлайки, если не понравилось. Пишите комментарии. Обязательно комментарии. Потому что комментарии – это самое интересное для меня. Какая-то обратная связь. Ну, а я с вами прощаюсь. До встречи в новых видео. Всех люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok